Всем привет, с вами канал Шутинг Скингер, я его ведущий Никита Лукашев. Это у нас соведущий, корреспондент, и для всех уже не является новостью то, что мы вообще часто ездим в Рязань на стрелковый сбор. И сегодня у нас не исключение, мы уже выехали как раз таки туда, на стадион Алмаз, уже известный в нашем блоге. Тестировать варежки на улице минус 23 с половиной. Да, вот, посмотрите, какая вообще дичь, минус 23 градуса на улице, и меня это пугает. Ну и у нас распаковочка наших барафинов, то, что мы купили по исходу сбора в Смоленске, точнее ЦФО, мы решили все-таки закупиться по-царски на зиму, на минуса. Если поедем, там, минуса передовая, на день старта уже минус 6, минус 8, возможно, эти низко-зеленые барафины не пригодятся. Можете объяснить нашим подписчикам, что когда температура падает ниже 10 градусов, работают только твердые барафины, и все сертиры, производящие их, они, в принципе, зеленого цвета. Можете посмотреть, сколько зелени мы там покупали. Пакет, покажи, там. И вот как это выглядит. Лоу-фтор есть на минус 10, минус 25. Это у нас низкий фтор. Две баночки, одна маленькая. Папа случайно выбрал на сайте сайта, где он заказывал. Две вот таких вот. В общем-то, они одинаковые, просто размером отличаются. Мы пока вот заехали на заправку тут. Дальше у нас идет хай-фтор. Это у нас высокий фтор. Это довольно-таки дорогая вещь. От минус 8 до минус 14. Так, у нас есть тоже еще один хай-фтор. Это у нас на минус 6, минус 15. Также, видите, тут указана температура плавления, кстати, на всех из этих вот парафинов. Так, это у нас, мне кажется, затвердитель. Думаю. Свикс. Да, мне кажется, это затвердитель, а не порошок. Потому что порошки обычно в других коробках идут. Если это затвердитель, то его вообще надо смешивать с порошками различными. На такую погоду. Так, и дальше идет еще у нас два парафина. Точнее один, вот. Один парафин идет ски-гоу на минус 7, минус 20. В общем-то, довольно-таки серьезно так затарились мы. И, в принципе, готовы к Саранску. Вообще у нас и на теплую погоду есть. И зайцевские мази, как мы их называем, сопли на воду совсем. И на среднюю погоду. И вот затарились как раз-таки на холодную погоду, чего нам не хватило в Смоленске. Потому что на спринте у меня лыжи были намазаны реально не очень хорошо. На третий день холода. И, в общем-то, вот такие дела. Собрали полный комплект. В общем-то, я распаковал уже все наши богатства. А корреспондент хочет рассказать, на каком все это сайте он купил. И сколько это все стоило. Что-то купили мы это в Ювентоспорт. Вот заходите на сайт Ювентоспорт. Выбираете там беговые лыжи. Заходите в разделы, и у них там все эти порошки ускорителя разделены на эмульсии, порошки, парафины. И что-то еще у них там. То есть все по разделам. И заходите в каждый раздел. Там есть выбор по фирмам. Там ТОП, СКИБАК, СКИГО, СВИКС. Ну и все различные фирмы, которые производят. И уже выбираете там в каждом. Может быть, какую-то конкретную марку вам нравится. Выбираете. Либо по ходе. Вот. Оформляйте заказ. И в принципе, у них, смотрите, есть скидка для спортсменов. Для действующих спортсменов. Это сразу. То есть у них, не знаю, может быть, 7-10%. Вот. Скидка накопительная у нас уже где-то 7%. Не знаю, когда у нас 10 будет. Ну, когда-нибудь, наверное, будет. Вот. И делайте заказ. Я делаю заказ. Потом пишу им в комментариях, что примените промокод на скидку. И потом, ну, они присылают вам уже правильный счет со скидкой. И где-то, ну, со скидкой, естественно, дешевле получается. То, что пакетики вы видели, это на 18 тысяч там было. Вот, а по-упрайсу в цене на 21-300. Ну, и вообще в Ювенте можно купить не только все эти смазки, но в Ювенте еще и продается от лыжных креплений до всяких разных летних наконечников, лыжи и лыжероллера. В общем-то, это не чисто смазочный магазин. Это, можно сказать, вообще общий лыжный магазин. Где можно все приобрести. Там и экипировку можно купить, одежду. Можно купить лыжи. Потому что и хозяин, и у Завьялового лыжи покупают. Вот, вроде бы они с Соломоном и с Атомиком сотрудничают. Ботинки. Ну, все, в принципе, там очки и там можно купить. Нам сказал, это один из лучших магазинов. Да, и, кстати, там делают штанш-лифт. Вот, то есть, у них стоит машина. Вот, мы вчера тоже мои убитые лыжи отвозили. Кстати, надо было заснять, в каком они были состоянии. Что-то мы это не сделали. Но я скажу, что мы когда-то в Доброграде катались, я там здорово цепанул одну лыжную. Была вот такая длиннющая, толстенная царапина. Вот, ну, чуть не как... Как желобоку на лыжи. Барана. Ну, вообще, просто лыжи, лыжи просто страшно смотреть было. Вот, я посмотрел ролик у парня одного на Ютубе, что можно, в принципе, такие лыжи восстановить. Вот, отвез, отдал 1600, вот, но сейчас оплатили. Ну, и 23 или 24 числа эти лыжи приедут. Может быть, даже передать езду в Саранскому, мы их покажем. Вот, насколько их восстановили. И, значит, если я посоветовался с Зайцевым Юрой, он посоветовал положить универсальный шлифт Z1. Ну, как бы это, ну, скорее всего, это не сильно какой-то там специфический там специализированный шлифт. Просто лыжи так вкаточные, но я экспериментирую на себе там, ну, на разных... Ну, и все равно у них, как бы, эти шлифты... На разных по поводу. Их можно делать несколько раз, но их ты не будешь делать вообще до бесконечно же. Все равно будет стираться, как бы, и пластик постепенно. Да, пластика же есть толщина какая-то. То есть пока он там еще есть, можно наносить, можно пробовать. Но надо просто нашим подписчикам понять, что вообще по-простому, но уже как бы это все равно сложно у лыжников, боевые лыжи делятся на три. Ну, три категории это минимум. Это теплая пара 0, плюс 20. Это среднехолодная пара 0, минус 10. И минус 10 и ниже. И я хочу четко сказать, что эти пары четко отличаются и по жесткости, и по структуре, и, возможно, по пластику. То есть, в принципе, у Фишера это еще там момент с колодкой. Мы знаем, что там у Фишера есть две колодки. Суть в том, что они по-разному работают при нажатии в ходе лыжи на снег. То есть там где-то мысок поднимается, где-то мысок не поднимается. Но спортсмены каким-то образом это чувствуют, лучше или не лучше. То есть, ну, пока нужно три пары. Но, в принципе, боевых пар лучше бы умножать на два, потому что тогда лучше будет тестировать и шлифты, и конкретную погоду. И, во-первых, потом мы покажем, как спортсмены выбирают лыжи. То есть мы немножко показывали, как их готовят лыжи. Вот, мы сейчас начали лучше разбираться, как, какими щетками это делать. Может, я это сам делаю? Вот я уже пробую, смотрю, у меня много разных щеток раньше было закуплено. Я вам скажу, что не только парафины влияют на дорогие или дешевые, а то именно какими щетками, в какой последовательности это все делается. То есть, прям, это все идет на уровне ощущений. Ты уже, вот, видишь, когда ты не одну пару лыж, там, не 10, а 20 уже, где-то я больше, там, 40-50 пар сделал. То есть, каким образом ты каждый раз улучшаешь эту работу. То есть, за счет щеток можно, за счет правильно организованного процесса, можно сделать, чтобы лыжи ехали. Вот, а всякие нюансы с присыпками, с отвердителем, это ты узнаешь же в процессе. Вот, естественно, должен быть большой опыт. Потому что некоторые, вообще, там, спецы говорят, если снег скрипит, то надо, допустим, положить девятый элемент галлиума, там, на погоду. Это надо, как бы, знать только на уровне. И этот галлиум еще надо с чем-то смешать. Вот, непонятно с чем. И вот это все надо пробовать. Плюнуть на лыжу. Плюнуть и растереть, да? Или, либо, как это, солярочки подлить, да, где-то на дороге. Да, да, да. С солярки едет все. Ребята, а у нас уже минус 30. Видимо, мы едем прямиком на Северный полюс. Такими темпами. Минус 29,5. Не знаю, надеюсь, в Рязани будет немного потеплее. Кстати, на завтра передали, что это минут 12 будет прогреваться. Ну, это меня радует. Потому что в мороз тоже стрелять не особо хочется. Вот, что я хотел рассказать. Когда я был маленький, вот лес здесь был. И вот эти маленькие ебки вот эти вот. То есть, когда мне было 6-8 лет, весь лес здесь угоритая. И в 2-м году здесь все сгорело. И лес был вообще просто, но не выше ребенка. То есть, вот было в маленькой поле, посмотрите, сколько вот за 30 лет, какой вырастает лес. Этому лесу где-то около 40 лет. А мы на сегодня выбираем кино, куда нам пойти. И думаем посмотреть отечественное кино. Или импортное. Да, или импортное. Чем оно нас может удивить. Допустим, есть вот с Бруновым такая картина. Родные, думаю, многие видели сейчас рекламу. И множество других фильмов, таких как «Дьявол в деталях» серьезные конкуренты. С Дензелом Вашингтоном и Рами Маликом. Как круче Бруновым или Дензелом Вашингтоном? Вот это вопрос. Заехали, в общем-то, мы в Красное и Белое. Уже купили себе кофейку. Парочку сластяшек. Еще взяли хлебушка. Колбаски, в общем-то, затарились. На 3-4 денечку будущих. Смотрите, что мы приобрели в берлоге. Это у нас оружейный магазин. И смотрите, где это сделано. Мейден Питери. И это у нас вот такой вот шампул. На 5,56. На 5,56, да. Смотрите, просто можно сказать, очень крутая вещь. Причем он плотный. Не просто дешевая какая-то югня, которая сломается. Там с первой же прочистки что-то оторвется. Ну, в общем-то, мы заехали к нашему тренеру. Валерию Евгеньевичу. Получили напутствие. Рассказали. Узнали пару новых историй. Спросили. Про Семенский перевал. Да, спросили про лыжников, точнее, биатлонистов. И про то, что они жили в Паклюке там, которые на Миро сейчас бежали. Я вообще вам рассказал две истории. Первая история была на Сыктывкаре, когда они поехали на Россию. У нее внучка была. Ехал еще с ним мужчина с Рязанью. С девочкой тоже. Ну, папа, девочка, и папа думал. Девочка сказала, хорошо, в тридцатку попадешь. А в итоге из 210 участников девочка стала 391-й. А Валерий Евгеньевич уже заранее говорил, Ира, лишь бы в сотку. Ну, первая сотка попала, я уже не знаю, там надо посмотреть, какое место. Вот, а вторая история была про Паклюку. Вот я сейчас проходил чемпионат мира по биатлону. Вот, и я спросил вопрос про то, что 2-3 недели наша сборная живет на одной высоте. Вот, ответ грамотного тренера – это огромная ошибка. Это повод для профессиональных тренеров, не сборной, делать свои комментарии, делать свои отзывы, язвительные. Вот, почему? Вот, надо жить внизу, а бежать наверху. И, говорит, в Паклюке, если ты живешь внизу, ты потом садишься на автобус и час поднимаешься. Но почему спортсмены живут внизу? Потому что внизу, на нижней высоте, лучше всего проходит восстановление, организм отдыхает. А когда организм уже 3 и более недель находится в горах, это усталость. Это продолжительная накапливающая усталость, и физическая, и психологическая. Вот, и в данном случае наша сборная, скорее всего, попала в такую глобальную усталость. Сейчас, что даже не делаю, уже ее не восстановить. За 1-2 дня это не восстановить. Вот, поэтому, и есть еще один нюанс. В Паклюке очень большие подъемы, высота 1200. Вот, бывают такие случаи, когда на финиш, ну, скажем, ты выходишь там на пятаке, ну, на нижней части Паклюки, где трасса, снег морозный, а поднимаешься 300 метров, а там уже вода. И это надо учитывать при выходке. То есть там рядом море, дуют ветра с моря, снег влажный, снег может быть где-то мороженый, где-то влажный, где-то хоть отжимает. Вот, для смазки очень сложные условия. Для спортсменов тоже. А финишный, говорит, он, говорит, вот, финишный вот этот клеяк, там, говорит, вообще ты можешь приехать, ветер с моря дует соленый, с влагой. Лыжи вообще просто могут встать. На трассе везде надо работать. Нету, нету на этой трассе места, где можно отдохнуть. В общем-то, удача нашим пиатлонистам сегодня. Ну... Хоть и в тяжелых условиях, но, как говорится, где наша не пропадала. Ну, в общем-то, прошли наши три часа дороги. Мы уже рядом, точнее, со стадионом Алмаз. Уже позвонили нашему тренеру Артему Ушаку. Он прибудет в 12.30. Мы пока заселимся, разместимся. Кстати, в эко-парке Боляны в последнее время вообще какая-то проблема глобального заселения. Вот мы звонили и нам дали номер с трехместной, с тремя маленькими кроватями, да? С полутораспальными кроватями, да. И вообще, как бы, если сюда ехать, тебе надо уже, как минимум, за 200 или бронироваться. Ну, если так надолго. Но мы, как постоянные клиенты, нам, в принципе, что-то могут поискать и предложить какие-то альтернативные варианты, если все занято. Там кто-то может не приехать, допустим, если какая-то большая группа приезжает. Ну, это привилегии для постоянных. Смотрите, надо что-то сказать. Во-первых, погода уже стала минус 17,5, солнце, я думаю, что будет минус 14, когда мы пойдем на тренировку. И вечером, возможно, мы сходим в термо. У нас есть... Не, мы сейчас не в кино. Ну, тогда завтра сходим в термо. Мы завтра сходим в термо и обязательно вам покажем. Нам отель подарил предположительный билет бесплатный, безлимитный. Можно уйти туда с утра и уйти поздно вечером. Абсолютно бесплатно. Да, мы здесь очень много уже нажили, и нам полагается вообще пожизненный пропуск в эти Экопарктермы. Но они, кстати, не так уж и дорого стоят. Они стоят там всего лишь, наверное... Не так уж и дешево. Ну, уже не так уж и дешево. 300 рублей в час. Но раньше, по-моему, было вообще дешево. Вначале, когда они открывались, сейчас подорожало. Но я хочу сказать, что к вечеру тут огромная парковка есть, и она вся просто заставлена напрочь полностью. Ну, в общем-то, мы уже заселились, и покажем наш номер для трех человек сразу с тремя кроватями. Мы тут еще ни разу не жили в этом номере. И давайте сделаем такой room-обзор нашей комнаты. Смотрите, три таких кровати, посмотрите. Такие новогодние прям. Смотрите, какие новогодние у нас эти. Да, еще зацените наши новые кружки. Это мне подарили шикарный американский вискарь. Вискарь я отдал деду. А шикарные кружки остались нам. И давайте оценим, смотрите, в номере. Смотрите, что мы купили. Вкусняшки. Вот эти, кстати, вообще офигенные. Смотрите, вот вес прибавляют. Да, это он не ест их. Это, кстати, надо оттаивать, она замуж не лежит. Тоже вкусная вещь, тоже келька. Экоист наш любимый. Также, смотрите, здесь есть холодильничек вообще, если кто не знает. И наш вид из окна на, можно сказать, площадку детскую, смотрите. А, вон там у нас домик виден из окна. Это сам ресторанчик здесь. Ну и давайте я еще вам туалет покажу, какой здесь. Мы вроде не особо делали акцент на обзор номеров вообще. И вот так у нас выглядит сам туалет. В общем-то, простенько. Но, хотелось бы сказать, здесь бывают минусы с этим. Ну, тем, кто переболел коронавирусом, эта проблема не страшная. Ну, в общем-то, с вентиляцией здесь небольшие проблемы, так как немного из туалета вытяжка подзасасывает неплохой запашок. Но, кто переболел ковидом, тому это не страшно, в общем-то. Ну и, в общем-то, про те перчатки, которые мы говорили вначале. То, что Смоленск нас научил подготавливаться к погоде такой холодной. Вот мы купили вот такие йоковские перчатки. Видите, вот здесь мы специально отрезали верхнюю часть. И у меня вот так вот, можно сказать, вылазит два пальца. И, в принципе, ее можно или снять, или будем пробовать стрелять. Именно вот в такой мягкой штучке. И вот так перчатки выглядят непорезанно. Видите, тут полностью все зашито. Идеально, можно сказать, новые. А эти уже порезанные специально под стрельбу правой рукой. А мы вышли на нашу комплексную тренировку. Взяли новые перчаточки, тестировать. И уже немного поснимаем с тренировки со мной. Мы сегодня на рубеже. Никита работает по одному выстрелу. Народу никого. Работаем вдвоем. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сверхонастоящий Там вот работает вдалеке пушка И что вы думаете? Делают второй подъем Вторую кочечку Вот так вот здесь просто начинают Изгаляться Жиру бесится Итак, у нас сейчас четвертая рубеж на серии Стойка Артем передает винтовку Да, катаемся мы на тренировке без винтовки Так, что здесь у нас? Ну, в общем-то мы закончили нашу тренировку Проехали 20 километров Постреляли Некоторые серии были удачные, некоторые нет Ну и сегодня я попробовал лыжи Atomic Нам дали вот такие вот Наверное, годы 2012-2013 На платформе SNN И что я хочу сказать, то что эти Вообще лыжи довольно-таки хорошие Их, можно сказать, на них бегали на Кубке мира И в принципе они выкатили без всяких особо мазей, парафинов Вот эти мне вот именно больше понравились И вот эти вот мне понравились больше всего Они уже прям легкие И это вроде бы Кобра их назвали Да нет, это не этот Кубра Вот у них вот эти классные штучки такие вот Да, вообще прикольные На горных лыжах это стабилизаторы называются Да, также вот эти потом у нас одна Вот у нас, а тут это где, как кроссиков А, но они более стабильные, скажем Да, они должны быть более устойчивые Управляемые Да, управляемые Ну, в общем-то, такие дела Я сейчас попробовал ботиночки Соломон Даже не знаю, какого года Довольно-таки удобно И, в общем-то, мы подумали, что мы в 17.00 посмотрим Мужскую эстафету с чемпионатом мира И поедем, померяем ботинки И потом сразу поедем в кино Скорее всего, в кино мы поедем в Люксор В ТЦ Круиз в Рязани Который самый ближний вообще к нам Потому что мы вообще от Рязани В ЭК-парке расположены где-то в 13 километрах Ну, а мы, в общем-то, поехали Думаю, померить ботиночки Соломоны Заедем и в кино поедем Это получается так, что мы остаемся без ужина Так как комплексный ужин только в 7 В общем-то, заехали мы в один магазин Спортивный, в котором в том году покупали Ботинки Фишер, Carbon Light И мы вообще заехали за ботинками Соломон Предтоповыми, померить На платформе СНН Но нам сказали то, что уже Соломон вообще редко выпускает такие ботинки И, можно сказать, уже почти не выпускает ботинки на СНН Притоповые Уже время, можно так сказать, закончилось И все пришли на платформу ННН И вообще, не то, что даже их не производят Вообще, ботинок в последнее время мало, как и выше Вообще, база Но в Москве и в Европе склады пустые И такое впечатление, что Китай еще не начала работать То есть, не заполнит Даже сейчас у них есть эта модель Но физически ее нету А дальше он говорит, что Соломон сам переходит Уже, во-первых, в последний год вроде или два Планирует выпускать софирменные крепления Вот этими с двумя крепежками И потом будет только ННН Ну, а мы поехали в кино Ну и все-таки мы решили идти Не на родных с Бруновым А на батю с актером из Бумера На родню, а пошли на батю Да, хотели Немного с точки зрения семейности отличается Ну да, в принципе На родных мы сходим завтра, думаю У нас здесь еще два дня, по сути Так что будет время Ну, названия почти не отличаются В общем-то, мы посмотрели это кино И я хочу сказать так Это кино очень крутое Ты пойдешь по вырастающей Да Но, в общем-то, это кино очень крутое И оно достойно вообще того, чтобы потратить деньги Сходить на него Даже сходить второй раз Потому что за последнее время ничего такого не снимали Рассказывать особо сюжет не буду Просто надо сходить Просто надо сходить И это тот случай, когда мы досмотрели даже сцены после фильма Это что вообще редко Да, это тот случай, слушай, есть фильм, когда про Афоню Вот если бы Афоня был отцом, он был бы вот таким Бабабадей Ну вот, там как раз актер из Бумера Как его зовут? Водовиченко Это просто, не знаю, шедевр 2021 года Его сразу даже на Оскар можно выдвинуть, я так скажу Как лучшее иностранное кино Хотя иностранцы этого не поймут Там, наверное, на все стоп-процент В начале современности То есть и начало 90-х И в конце 80-х, начало 90-х Конечно, просто поразительно И гармонично Ну, это, я скажу, это респект Ну, в общем-то, такой получился длинный выпуск, можно сказать Целый-целый большой блок От нас весь день, по сути, снимали Кстати, надо было немножко кадров заснять Было в кинотеатре, чтобы показать, что это за фильм Но, я хочу сказать, стоит сходить Обязательно сходите на это Это того стоит И это тот случай, когда реально хочется досмотреть кадры после фильма Я, честно говоря, первый раз досмотрел За последние лет 10 Все кадры, которые идут в титрах Да, это достойно Так что, вот такой получился выпуск Всем спасибо за просмотр Всем пока Скажи что-то Последок Корреспондентское доседание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok